друзья всем привет в общем мы приехали в торговый центр потому что у ванина и бывшей одноклассницы скоро день рождения мы с ним естественно увидеться не можем но мы хотим ее поздравить вова купила сертификат в детский магазин и мы пошлем по почте ей этот сертификат для того чтобы послать по почте нам нужна марка в общем мы приехали на почту чтобы купить марку ну а раз уж мы в торговом центре тогда мы и по другим магазинам пройдемся у меня кое-что заканчивается из косметики мне срочно в принципе надо нам нужно кое-что из продуктов в общем по мелочи поэтому предлагаем вам с нами прогуляться смотреть что и как я пошли пойдемте вам не все время справлять пошлите нельзя говорить пойдемте мест свободных на парковке полно но это наверное третий уровень парковки или даже 4 причем открыт 1 2 3 закрыты и 4 или 2 закрыт 3 я уже не знает по этой как это как называется как забыла как дорога называется серпантин поэтому серпантину парковочном поднимались поднимались не знаю зачем так промежуточные этажи закрывать все ленточками перевязано я честно говоря какое-то время в какой-то момент подумал что вообще все закрыто и как мы разворачиваться будем потому что въезд с одной стороны естественно вывод вы вывод на выезд другой все не так да я в ваниной маске вы знаете она маленькая она очень плотно прилегает но в ней потрясающе свободно дышится поэтому я в ней так выглядит сейчас наш торговый центр прошу вас автор ию я должна тебя видеть войн давай вперед хотя наверное нелогично да снизу с ракурса такого у меня это не маленькая у меня лицо еще вот такое вот и пять подбородков в моем доме да всего семь ваню мама было два подбородка 5 прибавилось сколько осталось что мама было два подбородка еще 5 прибавилось сколько осталось сейчас 7 было 5 прибавилось давай бросай ура пошли возьми посмотри это какой-то блокнотик нет наверно их не можешь перемещать или можешь снял возьми себе такой классный блокнот а посмотри внутри листы какие бери себе на пригодится пожалуйста а вон еще с роботом какой-то классный вот смотри на есть такой синий кстати синий больше нравится ну робота мне не перемещаются 40 стикерс а что за стикерс а это просто стикеры роботы нет и блокнот я думаю нафиг он тебе такой нужен или нужен бери нафиг бери вот этот синий классный мне он не нужен что мне нужен вообще это мой блокнот я его не буду рисовать я так и знала ваня что-то полки то пустые смотрите вот здесь пустых полок вам вообще никогда не бывает ваня только давай договоримся по странице будешь аккуратно переворачивать ладно о давай тебе сегодня вот такой супчик делаем ой нет думаю какой крем для глаз купить неизвестно все едем домой у Ванька сейчас тренировка 4 минуты да у него будет каратэ с папой вот с папой вот с папой без мамы кое-что с ним купили приедем все покажем ну что я вам быстро покажу что мы купили купили вот такие конфеты это мы с Ваньком кое-что делать будем посмотрим получится не получится покажем вам все это какие-то все это какие-то мармеладки вове купили печенье без сахара типа орео наверное будут только без сахара бумагу для принтера обычную белую это Ваньке блокнот сейчас посмотрим что он из себя представляет вынимается так ой слушайте классно здесь вот эти вот буквы они снимаются можно цеплять свое имя делать или я не знаю любое другое какое-то слово класс все это такое резиновое класс слушайте мне очень нравится надо было мне красный такой взять а здесь листы в линеечку а внизу картон слушайте вообще классный прям блокнот ладно о еще от блокнота получается даже больше наверное чем алфавит да несколько некоторые буквы повторяются так Ваня выбрал себе в магазине блокнот кстати стоил всего полтора евро еще в магазине все по полтора Ваня выбрал себе книгу кулинарную вот говорит буду готовить и все хочу готовить ну ладно за полтора то евро может я что-нибудь здесь соображу чего-нибудь вкусненького посмотрим такая знаете тяжелая книга в хорошем переплете всего полтора евро кстати книги в Ирландии очень дорогие я думаю вы уже наверное по моим видео заметили купила Ване резинки вот такие стирательные потому что у него всякие знаете красивые резинки в виде там мишек каких-то машинок они вообще ничего не стирают или размазывают эти не знаю будут работать нет но попробуем укроп это я сейчас буду готовить ужин грибы мандарины что у нас тут еще это мы не покупали салфетки то Вова просил для машины внутри протирать так купила такую странную вещь называются арбузные семечки жареные подсоленные слегка сейчас вам покажу как это выглядит выглядит как мини мини тыквенные семечки такие плоские я попробовала знаете гадость редкостная если честно так может быть куда-нибудь в хлеб попробую добавлять не очень вкусно честно говоря купила роллов это нам сейчас перекусить вот еще я купила себе вот такую яйцеварку почему я купила я вообще вот к таким гаджетам отношусь мягко говоря очень скептически но мама моя очень нахваливала такую штуку говорит купила прям вообще забот не знаю поставила забыла и все идеально приготовилась а у меня есть вечная проблема когда я жила с мамой с мамой с бабушкой у нас там была газовая плита и я прекрасно умела готовить яйца в смятку я яйца не ем вообще а Вова с Ваней очень любят Вова любит в смятку Ваня любит вкрутую вкрутую естественно я яйца варить умею без проблем а когда я жила с мамой и с бабушкой я и в смятку умела варить как я делала на газовой плите сначала доводим яйца кладем в холодную воду доводим до кипения три минуты получается яйцо в смятку здесь так не работает с электрической плитой и я честно говоря извращалась как могла я пробовала я пробовала доводить до кипения сначала на максимум потом убавлять не три минуты варить а две потом одну после закипания потом пробовала в горячую воду класть в теплую воду класть яйца холодные яйца теплые я реально одно время прям заморочилась мне хотелось научиться приготовить идеальные яйца в смятку я потерпела поражение я не умею это делать ну как умею у меня вот если получилось случайно то получилось а вот так чтобы надежно не получается никогда вот поэтому яйцеварка это возможность для Вовы есть нормальные яйца в смятку сейчас я с вами ее открою посмотрю что там внутри вот а пока еще покажу а да кстати я еще купила вот такой вот холст ни разу такой честно говоря не видела какой-то вишневый с начинкой у нас всегда какие-нибудь такие конфетки лежат дома мало ли что вот горло заболит на всякий случай так что я еще купила смотрите мне нужен был крем для кожи вокруг глаз естественно до аптеки я не дошла но я дошла до магазина где продается всякое все там натуральное полезное кстати семечки арбузные тоже оттуда это масло для лица это гиалуроновая кислота с сывороткой гиалуроновой кислотой тоже для лица но не только для лица естественно но для лица подходит так фирма мне до этого неизвестная я не знаю что это такое где это масло было сделано интересно масло сделано было в Великобритании made in UK так ну что посмотрим что там внутри в этом масле в этой коробочке в темном стекле вот такая вот бутылочка с пипеткой все как надо 2-3 капли каждый день наносим вернее как 2-3 капли на ладошку растираем на ладонях и на лицо можно я думаю добавлять в ваш любой крем который вы используете ну и сыворотка точно так же точно такая же инструкция по применению наверное сыворотку я почитаю что лучше утром что лучше вечером вот точно такая же пипеточка вот я попробую 50 миллилитров пузырьки почему я купила потому что была хорошая скидка до скидки это стоило все по-моему евро 15 а со скидкой 7 то есть 50 процентов скидка очень была заманчива так что у нас здесь инструкция ваня подержишь камеру окей ай спорта давай только не мотай ладно вот так держи так что у нас здесь ну обычно какая-то пластиковая емкость слушайте довольно тяжеленькая вань ты смотри что снимаешь пожалуйста так что у нас здесь у нас здесь какие-то подставочки блин это же надо все наверное читать а читать инструкции я не люблю Вань что чем Вань давай яичницу так ладно я читаю инструкцию сначала все изучаю а потом буду показывать потому что здесь какие-то прям совсем на ужин делаю такую картошечку я ее сварила вообще планировала просто вареную если честно картошку но у меня такое ощущение но это наверное картошка такая как будто бы она не доварилась понимаете то есть ну не знаю в общем я уже сто раз говорила наверное теплеш проела что я не люблю картошку ирландскую но ладно вот так что в общем чтобы она была однозначно готова я ее немножко обжарю на сливочном масле вот и все и селедочку я почистила и будет я надеюсь вкусно смотрите как я мешочек пристроила с конфетами мне кажется симпатично выглядит вот такой вот фильтр еще купили вот у нас кувшин уже индикатор показывает что пора менять купили новую кассету и купила я вот такой витамин Солгаровский или Золгар как правильно произносить я не знаю если немецкая фирма то наверное Золгар я учила немецкий когда-то в школе как второй язык как третий вернее так витаминки и вот такие витаминки в общем витамин С здесь здесь что еще лук сейчас я порезала в общем везде у нас сплошной витамин С будем укреплять организм свой хотим попробовать сейчас яйцеварку сварить ваньку яйца единственное что Ване будет не очень интересно потому что он у нас ест только вкрутую а самое интересное сварится ли они в смятку в этой штуке так для этого нужно ее протереть влажной тряпочкой в общем смотрите система такая система в следующем здесь есть мерный стаканчик и вы должны налить столько воды так не знаю как сказать правильно в общем для каждого состояния яйца есть определенный объем воды которую нужно налить вот мы сейчас Ване варим яйца вкрутую значит мы наливаем до отметки яйца вкрутую так не разлить бы значит ну надеюсь что я правильно перевела английскую инструкцию так наливаем сюда воду ставим вот эту штучку дальше берем яйца яйца нужно ставить широкой частью наверх если я правильно поняла ногу обрез так теперь вот на этом мерном стаканчике есть такая иголочка и нужно верхушку яйца немножко проколоть не знаю как это делать вообще сейчас буду пробовать так пробуем а как это проколоть так подождите теперь вот сюда снимай накрываем накрываем крышкой так так и включаем ну была не была ой что-то что-то не включается а все красненькое значит как только вода испарится она автоматически выключится вот такая вот у нас сегодня картошка укропчик давайте сразу красиво было посыпем картошечка обязательно надо рассыпать немножко естественно и селедочка я замариновала лук уксус с вода соль с сахар немножко все перемешала вместе с селедкой и садимся ужинать приятного нам аппетита и вам тоже если вы тоже видите все пар пошел смотрите пар пошел надо было засечь еще время Володя сколько это время занимает представляете яйца уже готово аккуратно пар так ну что сейчас остынут посмотрим как они сварились ну что смотрим что получилось чувствую что-то нифига не получилось кушать может и получилось сейчас посмотрим так у нас Ваня ест только белки желтки шикарно единственное что да нет все нормально прям то что надо прям даже не подкопаешься вот смотрите приготовились яйца отлично и намного быстрее чем в кастрюльке наверное минут пять от силы с момента включения до момента того как они сами выключились так что очень удобная штука всем большой привет это второй день продолжаем наш влог я сейчас подошла к окну чтобы посмотреть что у нас там с погодой и смотрю у нас здесь такая ситуация знаете опасная я считаю у нас есть дети которым где-то лет по 10 по 11 они гоняют на велосипедах и на самокатах и гоняют так что это какой-то кошмар рядом с машинами через дорогу и никак ты не можешь на это повлиять в управляющую компанию писать ну а как я же не знаю где они живут там честно я когда сдаю назад на машине да и даже не назад и вперед в том числе я понимаю что вот мне нужна просто какая-то удача для того чтобы нормально выехать из парковочного места и никого не сбить потому что ты смотришь по зеркалам ты смотришь в камеру но они из-за угла появляются просто внезапно как я не знаю как гром среди ясного неба и как родители не боятся для меня это удивительно просто какой-то кошмар возмущают что они рядом с машинами ездят ну знаете кстати и это тоже имеет место быть когда если вдруг они зацепят машину где я буду искать кого понимаете кто мне будет ремонтировать красить и все остальное что с этим поделать я вообще не представляю не знаю вы знаете как у нас наш дом стоит у подножья горки скажем так да и перед нашим домом стоит дом в котором есть арка дом на горе и они через эту арку с горы съезжают вот к нам упираясь в наши машины в том числе когда мы отпарковываемся своего парковочного места не знаю вообще что делать и тут продолжается уже постоянно просто постоянно когда едешь по главной дороге вот между домами такая полноценная дорога по которой машины у нас нет ограничения кстати говоря о скорости мы можем здесь ну в смысле мы можем здесь ездить 50 км в час то есть у нас нету ни 20 ни 30 ни 10 км здесь ограничения я не знаю выбегающие на дорогу маленькие дети у меня недавно такой случай был когда я ехала и также из арки выбежал ребенок ну не знаю года 2 наверное может быть даже меньше он еще ходил бегал не очень уверенно скажем так и за ним в метрах не знаю 10 наверное бежит мама или кто-то там взрослый человек женщина пытается его поймать окажись я на 2 секунды раньше перед этой аркой я не знаю что было бы в общем ладно вот такой вот у нас вот так начинается мой второй день жалоб опять погода у нас пасмурная идет дождик я хотела сегодня съездить с Ваней на пляж погулять в море но сейчас конкретно дождя нету через 5 минут он опять пойдет прям такая знаете прям вот промозглость на улице такая настоящая конкретная осень вот поэтому мы сидим дома и занимаемся домашними всякими делами а у нас кстати говоря забыла сказать висит знак что игры с мячом и велосипеды самокаты ролики все остальное у нас запрещены на проезжей части у нас есть футбольное поле будем говорить велодорожка у нас есть детская площадка то есть у нас есть место где детям кататься но ни родители ни детей никого это не волнует только меня волнует меня как всегда больше всех мне больше всех надо наверное я вам хотела показать что сегодня у Вовы на обед я сегодня запекла у нас на обед у нас сегодня курочка на обед у Вовы у нас на обед вот это вот курочка а это вчерашняя картошка которая осталась я ее уже под конец положила меж курочками чтобы она прогрелась немножко запеклась пропиталась бульончиком вот этим вот не надо я просто так делаю ну хорошо ладно а Ване макарошки потому что он картошку не особо у нас любит да Вань да а курочку будет нет что так ты курицу не будешь такой твоей любимой части ааа внутри буду это ножки же вот так сейчас выглядит моя комната представляете я сегодня полдня потратила для того чтобы перегладить все 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 белье теперь еще один последний рывок нужно все это разложить теперь по разным шкафам и забыть о глажке еще на какое-то время непродолжительное съезжу сейчас за молоком за хлебом каждый день получается ходить в магазин нужно но не могу я не знаю почему я не посмотрела вчера что молока нет а без молока мы никак вернее вчера то было молоко вот у нас Ваня пристрастился он теперь не просто сухие завтраки с молоком ест он еще и просто пьет молоко периодически ну вот пока машина греется что хочу вам рассказать сегодня с Ваней делали домашнюю работу я больше так не могу это такие были сегодня у нас выяснения отношений это просто у нас нет проблем с тем чтобы он сделал домашнюю работу он ее делает его не надо заставлять в принципе ну он может там что-нибудь покряхтеть но в принципе он идет и делает но проблема в том что он делает это так что мне кажется так стыдно отправлять преподавателю на проверку но это не знаю мне в голове не укладывается сегодня он принес мне задание которое было правильно выполнено все объем было написать предложение используя определенные слова все было сделано нормально за исключением почерка и опять эти дети вот смотрите вот так вот это происходит перед машинами по дороге по проезжей части вот здесь вот стоит у нас большой ванн когда я выезжаю в свое парковочное место я сейчас стою под горку мне нужно газовать сильнее вот пожалуйста это для того чтобы как сказать чтобы она не скатилась назад машина вот соответственно из-за этого ванна я не вижу едет там машина или нет поэтому мне нужно мало того что газовать еще и как бы в любой момент прекратить газовать там да нажать на тормоз если там едет машина плюс постоянно выезжающие это откуда-то дети ну это просто невыносимо вообще вот что с ними делать скажите я вообще не представляю если бы я хотя бы знала где они живут я бы может быть к родителям даже зашла потому что я не хочу например сидеть за их ребенком мне это сто лет не нужно и я не хочу никого убивать и калечить ладно в общем про Ваню предложения были написаны знаете как во-первых карандашом но карандашом вроде бы допустимо писать то есть учитель ничего не говорит где-то он что-то неправильно написал стер резинкой стер кое-как переписал сверху это вот эта вот грязь от карандаша от резинки слова написаны так что он сам иногда затрудняется прочитать вообще что там написано то есть я не то чтобы прям стремлюсь к тому чтобы он писал каллиграфическим почерком мне это сто лет не нужно но отправлять в таком виде учителю выполненное домашнее задание это просто неуважительно просто я не знаю может быть мы воспитаны по другому я не представляю что во втором классе вот такую работу можно было в качестве домашней работы сдать не знаю вот я ему говорю все правильно сделал все только пожалуйста перепиши как началось как началось то есть естественно там текст это не войну и мир надо переписать там достаточно небольшое количество текста там немного ну в общем это какой-то был ужас и у меня уже настроение никакое у него настроение никакого вот так вот мы боремся или знаете цифры например они цифры пишут не так как нас учили писать цифры допустим они пишут двойку так что я всегда спрашиваю два это или вообще что семерку они пишут с крышечкой но без в середине без палочки я никогда не понимаю то ли это один то ли это семь исправлять его я не могу потому что вроде бы их так научили значит так надо писать я смотрю их прописи вроде так написано понимаете иногда например у него ему нужно например ответ написать он сначала написал например четырнадцать а надо четыре он единичку зачеркивает так что я не понимаю то ли он зачеркнул то ли это осталось четырнадцать ну в общем короче мы боремся с тем чтобы было ну хоть как то более менее аккуратно оформлено и он конечно психует вот поэтому и у меня настроения нету и у него настроения нету так что я поехала в магазин куплю молока хлеба наверное ну в общем так по мелочи нам что то нужно вот я приеду буду смотреть что он там переписал написал на секундочку к вам вышло для того чтобы немножко подытожить и попрощаться на сегодня потому что уже все у нас вечер девять часов время пора купаться ложитесь спать Ваньку по поводу Ваниной учеба все сложно у нас с учебой все сложно и сложно не выполнение заданий и небольшой объем домашней работы домашней работы у них небольшой более того более того я считаю что мог бы быть и больше даже нужно чтобы он был больше потому что у нас кстати объявили что еще на 4 недели продлили локдаун и открыты только продовольственные ну такие продуктовые продуктовые магазины и такие знаете строительно-хозяйственные магазины одежда закрыта бог с ней с одеждой без одежды можно прожить в смысле без покупки в конце концов есть онлайн покупки а вот почему я допустим не могу выехать в парк который находится дальше чем 5 км от моего дома я искренне не понимаю мне кажется что это слишком уже мы уже 4 недели просидели еще 4 недели нам предстоят и ходят разговоры о том что возможно будет ограничен выезд из страны в 2021 году как это будет я не знаю может быть только для туристов может быть у тех у кого есть гражданство другой страны разрешат выезжать ничего пока не знаю так вот я все это к чему к тому что локдаун нам еще продлили соответственно Ваня в школу ходить не будет потому что Ваня опять возмущается соответственно образование очень страдает тот минимум что им дает дома выполнять это минимум просто ниже низшего всего час в день три раза в неделю у них встреча с учителем по зуму я не понимаю почему нельзя сделать не час а два например если из тех соображений что типа родители будут возмущаться что детям вредно смотреть в экран портится зрение так дети вместо того чтобы сидеть и портить зрение на зуме они будут портить его играя в приставку или там смотря мультики вот поэтому меня немножечко вот этот вопрос напрягает напрягает даже не еще раз повторюсь не от того что слишком много а от того что слишком мало и как то слишком все запущено вот и поэтому я конечно же прям не в восторге от нынешней ситуации вот на Ванька я обиделась я с ним не разговариваю он сейчас с папой купаются там что угодно делает я сижу себе совершенно спокойно у меня начинается новый комбинезончик из очень приятной такой пушистой ниточки вот стараюсь не думать о том что мы сидим тут как в клетке мы страдаем покупатели но еще больше страдают продавцы как люди будут выживать я не представляю не представляю но будем стараться верить в лучшее спасибо вам большое за просмотр пусть у вас ситуация будет проще чем у нас будем надеяться что все будет хорошо всем пока пока